привет сегодня поговорим про отличие укулелей как видите у меня на фоне моя новая укулель а также по правую сторону у меня есть еще одна укулель вот она то есть если смотреть в отрезе от друг друга вроде бы они никак и не отличаются но это не так в этом видео мы поговорим в чем же отличие укулеле сопрано от укулеле концертной или же alt в чем же отличие сопрано или alt приступим и так у них действительно очень много общего допустим что у сопрано и у концертной версии у них одинаковый строй он же sol do mi la sol do mi la или же g c e a стандартный размер сопрано 53 сантиметра но он может быть меньше а размер концертной укулеле 58 но он может быть и немножечко больше то есть размер моей сопрано 52 сантиметра а концертная версия укулеле 61 сантиметр то есть 10 сантиметров разница бывают также отличие ладов но в основном у концертной версии всегда ладов больше и вы можете играть на более низких позициях в отличие от сопрано на сопрано вы можете играть если у вас хорошая укулель вы можете играть на нижних позициях но они будут как правило звучать глухо а порой даже извинять то есть сопрано лучше всего подойдет тем кто любит играть аккордами но и на концерте можно играть аккордами но также большим плюсом является то что на концерте можно играть и на более нижних позициях на сопрано же подобное произведение просто невозможно она будет звенеть во первых а во вторых просто не достанет до 16 лада поскольку здесь у нас заканчивается гриф у нас заканчивается на двенадцатом ладу можно играть немножечко дальше до 14 15 лада а здесь на концертной версии на моей по крайней мере гриф заканчивается уже на 14 15 16 17 и 18 лад соответственно прям как на гитаре плюсы у сопрано все же есть если вы покупаете укулель скажем своему ребенку то сопрано подойдет как нельзя лучше поскольку она миниатюрная очень хорошо подходит для маленьких пальчиков в отличие от концертной версии поскольку в концертной версии поскольку концертную версию вашему ребенку возможно будет неудобно держать но все познается как говорится в практике а еще сопрано очень легко брать с собой и она нигде не бьется в отличие от концертной версии концертную версию я уже везде где угодно мог задеть и чем угодно и уже при записи этого видео уже не раз ее стукну поскольку нахожусь сейчас в ограниченном пространстве передо мной микрофон и все такое то есть мне бы мне бы еще тут гитару с гитарой бы я вообще тут наверно не поместился бы и да то есть как видите у концертной версии что характерно от нижнего порожка идет расстояние достаточно то есть концертная версия она больше и при этом лучше резонирует а у сопрано характерно вот такой маленький зазорчик то есть тем самым корпус маленький но сопрано как видите нигде не мешается нигде не болтается и очень легко брать с собой если вы хотите играть скажем так на свежем воздухе брать с собой частенько то такая укулеля даже влезет в ваш походный рюкзак в отличие от концертной версии казалось бы с виду небольшое различие но она же все же есть то есть как видите она выше вот на такой вот кусок а также шире хоть и моя версия концертный укулеле достаточно миниатюрная она даже тонкая то есть моя сопрано она толще чем концертная версия концертную я брал тоже относительно миниатюрную но оказалось что ее надо таскать везде все равно с чехлом что в принципе сопрано версии было бы неплохо в общем да резюмирую кому подойдет сопрано сопрано подойдет тем кто любит играть на аккордах и особо не планирует заморачиваться соло хотя соло на ней тоже можно исполнить и это будет звучать достаточно удобоваримо но это будет только возможным если вы купите не самую бюджетную укулеле поскольку одна самой бюджетной укулеле и аккорды будет играть не слишком хорошо то есть для учебы я бы вам рекомендовал брать укулель примерно от 40-50 долларов то есть вот такая вот укулель будет вам стоить где-то около 45 долларов это укулель из массива красного дерева у других фирм возможно подобные укулеле будут стоить гораздо дороже это же как бы harley benton это относительно бюджетный бренд и они производят достаточно качественные вещи но если купить какую-нибудь дешевую где-то за 20 долларов этого я вам конечно не рекомендую 20 долларовая скорее подойдет как сувенир или же если вам в поход не жалко и вы уже умеете достаточно хорошо играть на укулеле тогда да то есть если то скорее всего вы бы и не смотрели бы это видео если вы собираетесь учиться покупать уже какой-никакой хоть и базовый но инструмент что-то типа этого если же вы хотите овладеть не только техникой аккорда но и различными соло то концертная версия укулеле будет как-никак кстати но при этом она потеряет в мобильности в том плане что в моем допустим случай на ней очень легко играть она очень легко лежит у меня то есть как правило укулеле на классе на грудь или где-то в этом районе как удобно прижимая рукой то есть ее легко прижимать рукой поскольку здесь очень большой зазор на деке от нижнего порожка в отличие от сопрано давным-давно лет 7 обратно я решил себе купить укулель и я купил себе самую дешевую укулеле за 20 долларов и что же я с ней сделал я ее просто подарил поскольку я на ней не смог ничему научиться поскольку хоть и умел уже играть какие-то аккорды и даже уже исполнял хоть как-никак какие-то песни под гитару но держать ее я просто не смог поскольку из знал как это делается что-то делается вот так но мне было просто неудобно поскольку она такая маленькая и вот так вот держать и одновременно перебирать вот эти все аккорды у меня просто не получал если вы нет не миниатюрная девушка а скажем так мужчина или мальчик подросток то то концертная версия конечно вам в помощь но концертные версии как правило стоит дороже поскольку они больше то есть просто исходя из того что материала на них потребуется больше даже одинаковая какая-нибудь вот такая укулеле она уже будет не 50 долларов стоить а где-то 65-70 да как то так надеюсь я тебе помог закрыть этот вопрос да если конечно же что-то забыл напиши как всегда в комментариях и да с тобой как всегда был дядя бен желаю тебе всего хорошего и до свидания